здравствуйте друзья у нас миграционные адвокаты работают напряженно я пытаюсь уже неделю связаться со светланы каф и в общем и днем и ночью и в общем такая сложная у нас связь и вот сейчас светланы в аэропорту у него выкрылась минутка чтобы поговорить с нами и мой первый вопрос это насколько директивы по поводу политического убежища которые были изданы department of justice насколько они влияют на наших соотечественников и вообще что там за история такая получила ну из того что волнует русскоговорящее население это то что те кто планировали через мексику просить статус беженца это могут вообще отменить то есть вообще могут запретить этот процесс полностью вот то что касается того что разделяли детей родителей а тех кого разделили могут не соединить вместе обещали что больше разделять не будут но такая ситуация возникла у одних людей которые ко мне обратились от мисс информации до того как трамп объявил что будут будут разделять детей потом не будет разделять многие люди ехали с детьми и было даже такое через мексику я говорю про мексику а например один родитель брал одного ребенка другой родитель брал другого ребенка через два дня всех отпускали с браслетом родителей все можно было подавать на статус а некоторые люди вот не совсем поняли как работает эта система до того как трамп объявил новости это касается людей у кого дети между 18 и 21 один а у кого возраст между 18 и 21 год потому что 18 лет считается совершеннолетие 21 год до 21 года считается что дети если они не женаты не замужем они могут идти в деле вместе с родителями но ситуация в мексике разделяют детей с родителями которые если дети старше 18 лет но младше 21 года и потом обратно не присоединяют и детям надо начинать свое дело и там вот есть у нас конкретно клиенты у кого ребенок 18 летний остался на полгода в этой тюрьме потому что никак не захотели отпускать а информация была такая что ну дети до 21 года одного родителя с одним ребенком отпустит через два дня другого со вторым а вот получилась такая проблема вот потому что 18 лет уже считается совершеннолетие то что сейчас объявили вот новости последние про статус беженца а это было направленное это было направленное действие чтобы ну как бы чтобы из мексики не ехала не ехали иммигранты потому что в основном в основном категория по которой эти люди подавали на статус беженца была связана или с над домашним насилием или это было связано с принадлежностью или ассоциацией с каким-то бандами генгами в основном люди которые едут из бывшего союза то есть кто нас слушает с вами это в основном не по этим категориям то есть иногда есть есть такое что мы идем мы подаем документы если было домашнее насилие но в основном у нас маленький процент таких дел в любом случае это отменили теперь как ну как причину подачи на статус беженца то есть это одна из больших новостей но как быть например в ситуации когда раньше мы говорили что вот государство допустим тебя не защитила а сейчас вот новой инструкции горит мало показать что государство не защитил а надо покажать что государство как бы еще и подачевала и как бы способствовал тому что против тебя были вот такие преступления тоже сделала проблемы да поэтому это всегда но это всегда так была то есть пример какой может быть пример этому допустим домашний насилие и государство не защитила а когда человек обратился мало Мало того, что не защитили, еще хуже сделали. Допустим, там попили, издевались, деньги вымогали. То есть это всегда такое было. То есть даже если идти по любой другой линии, допустим, там по национальной, еще по какой-нибудь линии, этого мало, что кто-то наносит вред. Допустим, националисты там наносят вред кому-то. Надо, чтобы государство тоже, правоохранительные органы тоже нанесли ущерб. Особенно физический ущерб. Ну или провоцировала, или просто само преследовала людей за то, что они там попали в какие-то списки, они как-то засветились, их кто-то сфотографировал. То есть полиция должна сама бить, угрожать, преследовать. То есть это всегда так было? Или сейчас вот этот принцип, он как-то усугубился? Он всегда присутствовал, просто сейчас все стало строже. И сейчас идет такая тенденция, что будет меньше процент положительных результатов по всей стране. Как бы сейчас так выглядит, что Нью-Йорк как бы в самом худшем положении находится. Один из девяти пунктов в этих директивах, он говорит, что судьи, офицеры иммиграционные должны смотреть на возможность переселения человека внутри страны, без того, чтобы его куда-то девать. Вот с этим как бы. Мы всегда должны доказать, почему человек не может переехать в другую часть страны. Ну просто смотрите, были какие-то правила, которые просто на них не концентрировали сильно внимание. А сейчас их просто больше. Также сейчас просто больше про это говорят, и просто подчеркивают, что это важно, и без этого никак. То есть помните, когда были разговоры про 90-day rule, помните, когда говорили, то есть про это же тоже, это же тоже всегда было. Это же тоже было всегда, просто решили вот в тот момент взять и как бы концентрировать на это внимание. Но это всегда было, мы всегда преследовали, придерживались этому правилу. Вот был разговор такой во вторник на минувшей неделе, когда президент Трамп разговаривал с конгрессменами из Палаты представителей республиканскими. И там в попытке решить вопрос с детьми, разделенными с родителями, один из конгрессменов говорит, давайте наймем, ну сколько там нужно, там 2-3 тысячи этих иммиграционных судей, и пусть там в течение недели все эти кейсы рассматривают, что за проблема такая. На что Трамп ему сказал, да ты вообще сам-то понимаешь, что говоришь, при том уровне коррупции, который есть среди иммиграционных судей, это сколько всякого нехорошего элемента проскочит в нашу страну. Вот вы про коррупцию среди иммиграционных судей не слыхали? Так ничего? Только то, что остальные слышат из новостей. Просто знаете, сейчас на секунду. Сложно просто сказать, где эта коррупция, ну как бы как она вообще происходит, но знаете, это такое, чтобы я публично сейчас заявила, что есть коррупция в федеральном правительстве. Но как бы иногда люди очень странным путем получают статус, и просто такие мысли иногда проскакивают, что может быть в этой стране, в нашей, где мы сейчас живем, тоже есть коррупция, но как она работает, мы не знаем. То есть есть, иногда выходят какие-то истории, там в новостях появляются о том, как кого-то посадили, за то, что там были какие-то связи бывшие, какие-то миграционные чиновники и так далее. Но это очень далеко, куда-то спрятано. Михаил, знаете, я извиняюсь, хотите, я могу каких-то пару вот на путстве рассказать, и, наверное, нам просто надо будет еще с вами выйти на связь. Я просто очень хотела с вами пообщаться, хотя бы недолго. Хочу сказать, что сейчас все-таки придерживаются той объявленной очереди, неочереди, которая происходит. И сейчас те, кто подают последними, вызывают первыми. Это абсолютная правда. Сейчас уже почти 100% это работает. Самый быстрый срок – это через 4 недели после подачи документов. И если раньше можно было 4-5 раз переносить, откладывать собеседование по каким-то разным причинам, там новый адвокат, нужно время, даже если поменяли адвоката, переехали, документов нет, заболел. Сейчас первый раз не хотя переносят, там на 2-3 недели откладывают. Иногда чуть больше, если они сами неорганизованы. Второй раз пишут последний перенос, и потом практически невозможно его сдвинуть с места. Только если есть какие-то очень серьезные на это основания. То есть мы стараемся сейчас готовиться интенсивно и все максимально иметь готовое, подавать под самый конец легального пребывания. И все-таки ответов почти никому вовремя не дают. Тенденция все-таки больше отказывать, ну, больший процент будет отказов по всей стране. А собеседования некоторые почти в 2 раза быстрее проходят. То есть как бы по времени в 2 раза короче почти, чем были полгода назад. То есть все-таки они стараются побыстрее, побыстрее вот расчистить очередь, которая растет с обратной стороны. Те, кто ждут, ну да, но те, кто ждут 2-3 года, пока что ждут. Неизвестно будет, в какой момент их начнут вызывать. Но мы видим сейчас, что вызывают людей, которые подали между 1 и 5 месяцев назад. И довольно, довольно, ну, с огромной скоростью это все происходит. Сначала 15, сначала мы видели 15-20, потом 30, потом где-то 50-60. Сейчас практически 100% шанс, что вызовут, и, скорее всего, вызовут через месяц. Вообще, ну, как бы и да, и нет. То есть пока что мы видим, что Флорида, Бостон, они, Тексис, они чуть-чуть медленнее двигаются. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго. Очень быстро. Вот. Немножко зависит от географии. То есть вот Нью-Джерси, те, кто самые быстрые, это Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. Двигаются с огромной скоростью, с космической. Но в Лос-Анджелесе еще ни одному человеку, вот мы уже были на, там, ряд собеседований был в Лос-Анджелесе, никому не дали ответ вовремя. Всем сказали, ждите. То есть они вызывают, вызывают, а время принимать решения у них нет. Поэтому люди могут получить право на работу. Надо просто тогда выждать полгода. Может и год не быть, ответ. Да, ну вот на пусты, на пусты все-таки, ну, старайтесь максимальное количество документов собрать, потому что их просят, и чем больше бумажек, ну, это так всегда было, но сейчас особенно, подтверждающих, фотографии, если нет ни справок, ни фотографии, хотя бы письма от людей, там, желательно то, чтобы они не были подписаны до приезда в Америку. Вот, но как бы нужно подтверждение документальные, любые, хотя бы какие-то заверенные письма, иначе очень сложно пройти просто как раньше, без единой справки. На это, на это как бы сейчас больше упор, чем было когда-либо. Да, ну или подать, но готовый кейс иметь в ближайшие, там, 2-3 недели. То есть, если чуть-чуть не доработали, можно потом дослать, это нет проблем. Но просто надо максимально быть готовым к моменту подачи. Ну, вообще чувствуется, что занятые миграционные адвокаты, вообще справляетесь? Как вообще по времени силы есть на это все? Вот я сегодня, сегодня у нас самолет в 3 часа. Я вчера была в офисе до 1.30 ночи, то есть уже сегодня. И у нас 3 скайпа еще было утром до самолета. И с вами сейчас скайп, и еще мне нужно кому-то позвонить до вылета. Ну, то есть справляемся. Сейчас просто по 3-4 интервью в неделю. Плюс суды и всякие другие дела, вот, и консультации. Поэтому такая загрузка серьезная сейчас. Но вот с точки зрения статистики положительных исходов есть какие-то изменения? Нет, и статус дают. Дают положительные результаты из России, из Украины. Как бы то, что вот с Россией переживали, что какие-то там политические всякие там разборки. Все нормально. Дают из России статус людям. Так что это не повлияло никак. Михаил, рада вас видеть. Спасибо огромное. Вот. И может быть, если люди напишут вопросы, мы с вами тогда, может быть, там через недельку или... Я посмотрю, может быть, через 5-6 дней. Если будет возможность сделать скайп, мы тогда на них ответим просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...